Уход за кожей в летний период времени очень важен. Нанесение SPF это то, что позволит не только уберечь вас от фотостарения, но и обезопасит вас от таких очень негативных последствий, как рак кожи и так далее. Когда вы выбираете SPF крем, вы должны учитывать, что желательно, чтобы была маркировка против UVA и UVB излучения. Это разные лучи, которые негативно влияют на наш организм. SPF также отличается по факторам 20, 30, 50. Это влияет только на продолжительность времени, который вы можете находиться на солнце, не получая солнечный ожог, то есть до появления гиперемии, покраснения кожи. Есть смысл обновлять SPF крем раз в 3-4 часа приблизительно. SPF необходимо использовать на лицо, шею, руки, декольте обязательно. Это надо использовать не только, например, летом, но и сейчас есть специальные уходовые средства, которые можно использовать осенью, зимой и весной. Если вы едете, например, на лыжи, вам необходимо сто процентов использовать SPF как в летний сезон, потому что кожа подвергается очень активно солнечному излучению. Для чего нам вообще использовать SPF крем? Дело в том, что солнечные лучи, они негативно действуют на кожу, они поражают дерму и влияют на коллагеновые, эластиновые волокна, они их разрушают. Также это излучение может приводить к образованию, злокачественным новообразованием в организме. И, конечно, лучше себя уберечь. Сейчас есть очень разные средства в виде кремов, спреев. Кто не любит пользоваться кремом, это часто и легкие какие-то текстуры для пациентов, которые не любят ощущения слишком плотного какого-то препарата на коже. Что касается детей, то детям вообще нежелательно загорать до 6 месяцев полностью. После 6 месяцев, во-первых, обязательно наносить ребенку SPF. И что касается детей и взрослых, SPF наносить надо не тонким слоем, а хорошим слоем для того, чтобы он действительно защищал и сохранял свои базовые функции. То, что солнце это единственный возможный фактор для выработки витамина D в организме, этот миф уже развенчан и есть смысл все-таки беречь от и ребенка и себя от излишнего солнечного излучения. Есть разные средства SPF защиты. Часто я сталкиваюсь с тем, что пациенты жалуются, что при покупке средств из масс-маркета, каких-то аптечных серий, они ощущают чувство тяжести, неприятные жирности на коже, лишнего блеска и так далее. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, то есть смысл обратиться к врачу-дерматологу, который подберет из косметических средств SPF защиту. Там другие, не особо другие ингредиенты, но они более качественные, более выверенные в консистенции и они более комфортные в использовании и нанесении. Вы не будете их так ощущать на коже, они не будут приносить там какой-то такой дискомфорт. Из моих любимых там генозис, например, ВИКО защита, если это аптечные, то там классика Ларош. Хотя, ну вот опять же таки, многие пациенты жалуются на то, что есть ощущение пленки там какой-то на теле. Тогда все-таки космецевтика, тогда у своего врача-дерматолога вы можете заказать вот такое вот средство. Первая помощь при солнечных ожогах. Ну, во-первых, солнечные ожоги вы получаете чаще всего, если совершаете такую роковую ошибку, это нахождение после 11 часов дня и до 5 часов дня, вот в этот промежуток с 11 до 5 на пляже. Вообще не рекомендовано находиться в это время на активном солнце летом. Если вы уже получили солнечный ожог, то есть вы наблюдаете гиперемия, иногда может повышаться температура, головные боли могут сопровождать данное состояние, то, во-первых, вам необходимо как можно больше пить воды, а во-вторых, местно наносить классические средства пост-ожоговые, это декспантенол, пантенол, бипантен. Это имеет смысл и дает свои результаты, но, конечно, лучше не допускать. То есть, во-первых, это использование SPF, а во-вторых, это вот воздержание от пребывания на активном солнце в этот промежуток с 5 до 11, точнее с 11 до 5 лучше не бывать на пляже. Субтитры сделал DimaTorzok